Нажду Минск-Арены подошел к концу хоккейный кубок трех наций. Товарищеский турнир, призванный проверить готовность белорусской сборной к олимпийской квалификации. После пятничного триумфа над французами парни Дейва Льюиса скрестили клюшки с представителями Германии. Тему продолжит Светлана Сиротко. Матч сборных Белоруссии и Германии определял победителя кубка трех наций. Но, разумеется, главная задача на этот товарищеский турнир не результат. В преддверии финальной стадии квалификации на Олимпийские игры 2018 сборной Белоруссии необходимо проверить себя в деле, узнать недочеты и устранить их. Вот и в воскресной игре против немцев в очередной раз встал вопрос о реализации большинства. Сложно сказать, я думаю, может быть сыгранность сейчас не хватает. Сейчас ребята собрались с разных клубов. Может, в этом причина. Но у нас еще есть немного времени, подшлифуем это, потому что это на самом деле очень важно. Как показал турнир, сборной не стоит забывать и о концентрации в важных эпизодах. В противостоянии с немцами белорусы поначалу уверенно вели. Основу успеха заложили Лопачук и Стась еще в первом периоде. Однако в заключительной треть гости дважды поразили ворота Кевина Лоланда и свели усилия белорусов на нет. Получив оплеуху, хозяева льда тут же расшевелились. И не прошло и минуты с момента, как на табло Минской арены установился паритет, как Александр Павлович снова вывел белорусов вперед. А на самой флажке немецкие хоккеисты едва не отыгрались, но отправили шайбу в ворота с нарушением правил. Таким образом, подопечные Дэйва Льюиса берут верх 3-2 и празднуют викторию в товарищеском турнире. Победное настроение – хорошее подпорье для домашней олимпийской квалификации. Она, напомним, стартует в столице уже 1 сентября. Отличное настроение в сборной. Всегда стараемся держаться на позитивных только эмоциях. В то же время понимаем всю ответственность, которая на нас лежит. И пользу моментом хочу поблагодарить зрителей, которые сейчас пришли на матч. И попросить, чтобы как можно больше народу пришло на эти важные матчи. Потому что, на самом деле, это очень важная наша поддержка зрителей. Это как шестой полевой игрок.